Приветствую любителей Москвы! Вы смотрите передачу Московские железнодорожные платформы. Ну и мы с вами продолжаем знакомиться с платформами киевского направления в пределах Москвы. И вот эта платформа называется Ажигова. Ажигова, следующая после Рассудова. И в отличие от Рассудова, она никогда не была станцией. Она всегда была остановочным пунктом, просто обычной платформой. Вот. Туда дальше электричка поехала в сторону Бекасова-1. Как видите, остановочный пункт состоит из двух платформ. Высоких, боковых. Вот та электричка, которая поехала, и, соответственно, платформа, где я сейчас стою, это в сторону Нарфаминска, Нарай, ну и далее туда на Калугу. Ну, а та платформа, которая сейчас справа, напротив находится, это, соответственно, в сторону Киевского вокзала. Ну, как говорят, на Москву, да, но теперь уже это тоже Москва. Хотя эта платформа еще 11 лет назад была подмосковной. Ну, как видите, здесь плитка. Вот. И платформа была реконструирована около 5 лет назад, несколько лет назад. И тогда асфальт заменили на плитку, поменяли вот эти ограды. Они вроде бы тоже, видите, оказались примерно по размеру и по высоте такими же, как были до этого на платформе. Ограды-то были всегда здесь. Вот. Но надо сказать, что они... Ну, какая разница, подумаешь, что был, то и был. Ну, просто поменяли, да и все. Ну, не совсем, понимаете. Те ограды, они были с такими кругленькими штучками от поверх вот такие шли. Они были более такими фигурными, более красивыми. А эти ограды, они абсолютно такие прямые, стандартные. Ничего в них, конечно, абсолютно красивого нет. Ну, сделали вот такие вот тоже навесы. Тоже современные, новые, да. От защиты от осадков. Кстати, оставили здание билетной кассы. Ну, вы знаете, насчет билетной кассы у многих местных жителей есть большие претензии к этой билетной кассе. Вот. Наверное, основные претензии по этой платформе именно относительно билетной кассы. Дело в том, что она очень часто не работает. То есть, вроде здание стоит, а вот кассира часто нет. Она просто бывает закрыта. Ну, и в этой связи очень часто возникает проблема там, скажем так, у людей, которые не оплатили проезд. Ну, типа, касса закрыта, ну и ладно. А, ну, уже закрыта, значит, чего ж теперь. Вот. Ну, надо взять талончик не забыть. Тут есть вот специальное устройство. Сейчас сделали, чтобы взяли талончик. И тогда проблем с оплатой быть, в общем-то, не должно. Потому что, если будет проверка на рейсе, то, соответственно, можно просто заплатить за стоимость проезда. Но только без взимания вот этого специального комиссионного сбора, который бывает по-моему, 100 рублей он сейчас стоит. Ну, в общем, вот такая ситуация. Вот это вот здание, кстати, сохранилось еще. А платформа была открыта в 1964 году. Ну и, скорее всего, вот это здание, оно вот единственное, которое сохранилось вот с тех пор. Вот. Значит, находится эта платформа в 58 километрах от Киевского вокзала. Вот. От Киевского вокзала. Ну и на электричке где-то в районе часа ехать. Может, чуть побольше. Но, надо сказать, что далеко не все электрички останавливаются на этой платформе. Что и понятно, потому что, соответственно, желающих на нее выходить практически нет. Вообще, здесь присутствие Москвы, это, кстати, Троицкий административный округ 2012 года, до этого был Нарфаминский район Московской области. Вот. Здесь присутствие Москвы не ощущается совсем. Ну, полностью. То есть, если вы будете находиться на этой платформе, то Москва себя не проявит ничем. Вы будете в полной уверенности, что вы находитесь в Московской области вокруг леса, поля, садовые товарищества. Вот. Здесь находится деревня Ожегова как раз. Ну, собственно, по которой названа эта платформа, бывшая под Москву на 2012 года. Ну, опять же, сейчас считается как Московская деревня. Такое сочетание Московской деревни. Ну, наверное, еще долго она будет деревней Московской. Вот. Долго, наверное, еще Москва не придет. Ну, довольно далеко в Троицкий округ вообще Москва еще почти не пришла, в общем-то, по большому счету. Ну, номинально-то пришла, а по факту, в общем-то, почти нет. Но у Московского округа это да. Там, конечно, уже довольно значительные изменения. Присутствие Москвы уже ощущается довольно сильно. Ну, во многих местах, по крайней мере. А здесь в Троицком еще практически нет. Ну, а две платформы, как видите, соединены на силам через железнодорожные пути. Только на сил, больше ничего. Вот он. И стоит с другой стороны. Ну, с той стороны, кстати, недалеко проходит Киевское шоссе. Но прямого прохода, оно все где-то полтора километра до него. Вот если туда вот идти, вот за ту платформу, с которой сторону вокзала. Но прямого пути до него нет. До этого Киевское шоссе. Говорят, что раньше какая-то дорожка была прям прямая. А потом, ну, какие-то там работы в лесу проводились. Там, видимо, по вырубке деревьев, что-то такое. Ну, и в общем, в итоге, эту дорожку такую прямую ликвидировали. И теперь есть только какими-то там окольными тропами. Ну, наверное, не существует, в общем-то. Ну, в общем, скажем так, попасть не так-то и просто. Тем более, что вокруг довольно много садовых товариществ. Ну, и единственный объект, это вот эта вот деревня, деревня Ожегова, которая, ну, и, собственно говоря, по которой названа эта платформа. Ну, и, как считается, она была названа, ну, по двум причинам. Первая версия, она немножко такая более фантастическая, потому что здесь проходили события войны 1812 года. И, соответственно, проходили наполеоновские войска и русские войска. Ну, в общем, были сражения неподалеку от этой деревни. Вот, ну, потому что западное направление, юго-западное, как раз вот это вот. Ну, и, соответственно, тут находилась деревня Пеньки, которая потом была разрушена. Ну, и, соответственно, после этого построена новая деревня, которую назвали Ожегово. Ну, в память ожога, ожога, да, боли, ожога от войны, который вот проходил в 12-м году. Ну, скажем так, версия так себе. Ну, и более правдоподобная, хотя, опять же, тоже далеко, так сказать, не абсолютно истинно в последней инстанции, что это название произошло от слова Ожег. То есть, имя такое было Ожег или Ожег и так далее. Ну, какое-то старое было древнерусское имя, которое сейчас уже нету. Сейчас у нас такими именами людей не называют. Ну, когда-то, вот, вроде как, может быть, называли. Ну, опять же, это может быть, а может и нет. А так, конечно, никто точно не знает, почему эту деревню так назвали. Сейчас, кстати, в ней проживают, ну, официально около 100 человек. А вот, допустим, в начале 20-го века в ней проживали около 300 человек. Вот так вот. Но если, в начале 2000-х годов, в ней проживали всего 23 человека. Официально. Это все имеется в виду, естественно, официально. Так что, как посмотреть, да. Ну, и когда-то был Верейский уезд Московской губернии. Потом какое-то время относилось это местным, извини, извини, городскому району Московской области. Ну, а потом уже с 30-х годов и вплоть до 2012 года на Руфаминский район Московской области. Ну, и тут, вот видите, такой небольшой парк. Это единственная, пожалуй, достопримечательность, которую можно здесь посетить. Прямо непосредственно в окрестке платформы, как видите, совсем буквально 3-5 минут и ходьбы. И вот такой небольшой парк. Ну, считается, что это якобы остаток усадьбы, которая здесь когда-то находилась. Но, вы знаете, здесь вот, видите, памятник погибшим в годы Великой Отечественной войны, который, кстати, тоже здесь проходил. Это был тоже, ну, опять же, как Наполеон, 12-й год, потом Отечественная война 41-45-го годов. Так что, в общем, это тоже была, в общем-то, эта местность арены боев. И тогда, и тогда две войны, потому что это юго-западное, западное направление как раз. Вот. Ну, и вот, может, здесь чуть-чуть погулять. Это совсем небольшой парк. Так, ну, опять же, говорят, считают, что здесь была усадьба. Но, вы знаете, мне неизвестно, чтобы здесь была какая-то усадьба в Ужигове. Поэтому, скорее всего, это просто, скажем так, такая, ну, небольшой парк. Скажем, место отдыха, сохранившись такой, как бы, типа, заодно, защитная лесополоса между железной дорогой и вот этой деревней, которая здесь вот прямо буквально за этим небольшим парком находится. Ну, тут даже, скажем, назвать его парком даже сложно. Иногда они местные называют парком. Ну, знаете, больше даже похоже на небольшой лесочек, я бы так сказал. Вот. Или перелесок даже вот. Скорее, даже такое вот название. Лесочек, перелесок. Тут даже небольшой такой пруд какой-то есть. Ну, уж совсем какой-то весь замусоренный. Вот. Так что, не знаю, кто его когда прокопал. Может, для каких технических нужд противопожарных. Не знаю. Ну, в общем, вот такой небольшая территория. Ну, здесь совсем нет скамейк. Так что, посидеть не удастся, если у вас нет с собой какого-то стула переносного. Ну, вот. Или не заходить сидеть непосредственно на траве. Поэтому здесь в этом парке посидеть прям непосредственно по деревне не удастся. Но там есть небольшая детская площадка. Вот прямо сейчас туда иду. И там, в принципе, можно и посидеть. Там скамейки есть. Ну, вот. А вон там, вон деревня. Вон она. Вот эта деревня Ожегова. По которой как раз названа вот эта вот платформа. Ну, и в окрестностях довольно много садовых товарищей. Поэтому, конечно, в общем-то, в летнее время, вот сейчас, допустим, да, количество людей, которые сходят с электричек и обратно едут туда дальше. В основную Москву, конечно, значительно возрастает. Ну, вот это вот детская, заодно и спортивная площадка. Они как бы комбинированы. Вот это спортивная, а там слева детская площадка. Ну, тоже такой как бы центр жизни вот Ожегова и окрестностей. Ну, здесь можно немножко отдохнуть. До новых встреч!